Всем привет, меня зовут Екатерина, добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня очень запрашиваемое вами видео. Это видео про кисти от японского бренда Sony G, а именно мой личный топ кистей, мои самые любимые формы. Я просто обожаю кисти Sony, и на данный момент, если я все правильно посчитала, моя коллекция насчитывает где-то около 40 кистей. У меня есть некоторые повторки. Это две кисти, про которые я вам чуть-чуть попозже расскажу. Ну и надо сказать, что это не последние кисти в моей коллекции, потому что ко мне едет еще один набор, и также еще одна отдельная кисть для бронзера. Я все еще в ожидании доставки, поэтому решила уже эти кисти в следующем месяце, наверное, сделать отдельный обзор. Мы с вами продолжаем серию розыгрышей, посвященных новому 2023 году. Сегодня я хочу разыграть три новые кисти для макияжа глаз от японского бренда Refor. В этом розыгрыше будет три победителя. Где-то в этом видео спрятан ребус, который необходимо разгадать. Отгадку нужно будет скинуть в мой телеграм-бот, оставлю ссылку на экране и также в описании. Через несколько дней бот рандомно выберет победителя. Вторым условием участия является подписка на мой телеграм-канал. Желаю вам удачи и напоминаю, что вас ждут еще интересные розыгрыши с классными подарками. Давайте немножечко такой базовой информации для тех, кто не совсем знаком с этим брендом, для тех, кто не знает, где его заказывать и так далее. Вообще этот бренд основала девушка, которая коллекционирует кисти. У нее насчитывается какое-то там нереально огромное количество кистей. Затем она создала, насколько я понимаю, такой сайт а-ля блог, именно где она описывала кисти, фотографировала. У нее набралась какая-то прям огромная коллекция. И с учетом ее огромного опыта использования кистей, она создала свой бренд. И конкретно он изготавливается в Японии. Насколько я понимаю, на одной из самых популярных фабрик это Кумана Фуде, вроде так называется, если я правильно помню название. Всегда, когда заказываешь кисти, каждая кисть приходит в таком прозрачном чехольчике, в такой прозрачной бумажке. И там всегда есть этот штампик фабрики, номер кисточки, по-моему, даже написан. То есть это такая некая очень кропотливая, можно даже сказать, ручная работа. Люди, которые занимаются изготовлением кистей там уже в пятом, шестом и так далее поколении. Изначально этот завод делал кисти, естественно, не только для макияжа, но и для каллиграфии японской, и вот этой всей культуры классных кистей. И потом разросся уже завод до изготовления, в общем-то, кистей. И не только Sony изготовляет кисти на этом заводе, очень многие бренды. Но почему-то именно качество Sony меня очень привлекает, очень привлекают формы, продуманность, очень крутой ворс, дизайн ручек. Это я вообще просто молчу, потому что ручки Sony просто одни из самых красивых, как мне кажется, в моей коллекции. У меня еще довольно большая коллекция других кисточек, хотя из японских у меня, наверное, больше всего N-Beauty. У нее там ручки чуть-чуть попроще выглядят чаще всего. Иногда в каких-то лимитированных коллекциях они тоже могут быть яркими, разноцветными. Но, в общем и целом, именно дизайн Sony меня лично больше всего привлекает. Ну и, в общем-то, сами кисти продаются на одном единственном сайте официально. Это американский интернет-магазин Beautylish. К сожалению, на данный момент оттуда напрямую заказать никак нельзя, хотя раньше можно было. Это было суперудобно. Заказы от 100 долларов были с абсолютно бесплатной доставкой. Но, к сожалению, на данный момент нужно заказывать либо на адрес посредника, оплачивая какой-то зарубежной картой, если она у вас есть, либо же заказывая через обычных стандартных байеров, которые все делают за вас, просто берут за это небольшую наценку. Все эти кисти я заказывала самостоятельно, и уже вот эти новые наборы, которые ко мне едут, я как раз заказывала через байера, потому что просто не хотела запариваться со всеми этими самостоятельными заказами, хотя я пользуюсь с Деком Форвард, и у меня особо никогда не было проблем с ним, всегда все хорошо доходило. Просто это не супербыстро, хотя с байерами это тоже не очень быстро, поэтому приходится немножко все-таки подождать на данный момент доставку. Ну что, давайте переходить уже к обсуждению моего топ-15. Я буду показывать вам по кисточке на примере вот такого вот макияжа, который я сегодня как раз-таки делала. С учетом всех этих форм я старалась их все использовать плюс-минус хотя бы один раз и показать какой-то минимальный функционал, хотя могу сразу сказать, что каждая из этих кистей, она просто охватывает какое-то нереальное количество разных всяких крутых функций, применений и так далее, поэтому я постараюсь как-то поподробнее вам об этом рассказать, и возможно таким образом вам будет удобнее и понятнее, какую же кисть вам лучше всего приобрести. Начинала я свой макияж с макияжа глаз. Я всегда так делаю, когда планирую какой-то яркий мейк, макияж с блестками, чтобы ничего не осыпалось, хотя надо сказать, что после использования сотняных кистей у меня просто всегда вот ноль осыпаний, какие бы ужасные-то ни были тени. И сегодня я даже, по-моему, ни разу не пользовалась пальцем, то есть ничего не наносила сияшки и так далее. Часто в своих видео говорю о том, что я очень сильно люблю, когда косметику можно наносить кистями, потому что не нужно лишний раз там пальцы пачкать, использовать влажные салфетки и так далее. И одна из первых кистей, которая мне очень-очень нравится, это кисть из набора Fusion. Это единственная коллекция у Sony, которая состоит из сочетания двух ворсов. Это ворс козы и синтетика, то есть такая некая дуофибра. У нее, получается, есть коллекция кистей для лица и глаз. И вот сейчас я заказала уже такую коллекцию именно для глаз, но там тоже некоторые кисти можно использовать, например, для консилера. Почему бы и нет? И первая кисть – это Jumbo Concealer. Это очень плотно набитая кисть из дуофибры. Это кисть, которая просто идеально наносит базы под тени, какие-то кремовые тени. Ну и, конечно же, консилер – это основная ее задача. И, как я уже говорила, по-моему, в каком-то из своих обзоров, что с этой кистью вы увидите свой консилер настолько тонким, при этом пигментированным, каким вы его вообще никогда в своей жизни не видели, потому что эта кисть, она работает как такой некий спонж, но при этом она ворует как бы намного меньше покрытия, потому что когда мы спонжем наносим консилер, то получается какая-то его часть, она впитывается в спонж, и это нормально, это облегчает нам нанесение, облегчает покрытие, макияж выглядит более таким полупрозрачным, естественно, но при этом и немножечко вроде как бы обидно, да, что покрытие получается чуть менее плотное, что ли, и особенно ты чувствуешь, когда наносишь консилер на зону под глазами, и кисть джамбо консилер это просто кисть, которая из любого консилера оставляет максимальное количество пигмента, перекрытие, но при этом консилер не выглядит сухо, он максимально тонко распределен, он очень круто перекрывает синяки, он очень как-то естественно лежит, эта кисть классно его утрамбовывает, не подсушивает рельеф кожи, как-то не растирает, не дергает кожу, и все происходит максимально комфортно, я этой кистью пользуюсь уже получается около года, она у меня в коллекции, и очень тянутся к ней руки, кстати, как для себя, так и в работу. Следующая кисть в моем макияже, это кисть, которая называется Detail Pro, я буду постоянно подсматривать на название на ручке, потому что я до сих пор путаюсь, при том, что у меня достаточно давно уже кисть, и я никак не могу некоторые названия запомнить, но тем не менее, эта кисть из набора Pro, и конкретно из набора Pro Face Set получается, у них с Fusion одинаковые красные ручки, но они просто отличаются тем, что Pro серия, вот эта обычная, она идет вся из ворса козы, эта кисть очень классно подходит для вуального нанесения сухих пудровых текстур, сегодня я и наносила скульптор на подвижное веко, на складку, и делала такую самую первичную воздушную растушевку, очень-очень легкую, полупрозрачную, мне тоже очень нравится эта кисть для этого использования, но также она очень классно работает как базовая кисть для припудривания всей зоны под глазами, потому что она очень классного, такого необычного размера, я вообще пыталась как-то найти ей аналог в своем кейсе, и, честно говоря, не находила, и это, кстати, очень классное качество кисти от Sony, которые, с одной стороны, достаточно базовые, но при этом часто я не могу найти какие-то аналоги в своем кейсе именно по форме, по длине ворса и так далее, и вот что касается этой кисти Detail Pro, у нее очень классный размер, она чуть-чуть больше, чем классические кисти для глаз, но при этом она достаточно маленькая кисть для лица, что позволяет локально, очень аккуратно, очень тонким слоем припудрить зону под глазами, межбровное пространство, крылья носа, вот всю эту зону, но при этом сделать это очень аккуратно, очень точечно, нанести прям совсем чуть-чуть пудры, кисть очень воздушная, и она подойдет просто для самого сухого типа кожи, она ни в коем случае не подчеркнет рельеф. В общем-то, мне еще нравится использовать ее для хайлайтера, опять же, для вот этого нанесения сухих текстур очень-очень тонким слоем, можно и для румян, но, наверное, для румяна все-таки чуть-чуть маловатая. Я эту кисть именно включила в топ как раз из-за размера, мне она кажется неповторимой, и так как я люблю такое, знаете, локальное припудривание сухой кожи, у меня у самой очень сухая кожа, и я часто припудриваюсь вот, особенно на каждый день в каких-то исключительных местах, то есть мне не нужно припудриваться целиком, особенно если это там зима, и я, например, только наношу консилер, и мне нужно буквально Т-зону припудрить, и в этом плане кисть очень классная, потому что она позволяет это сделать супер детально, и не утяжелить макияж. Следующая троица кистей идет из набора Sky Set, и, наверное, пожалуй, это будет самый часто встречающийся набор в моем топе, он один из самых классных, и, наверное, если вы в целом вообще не знакомы с брендом Sony, то, наверное, мой совет будет в том, чтобы именно этот набор побольше посмотреть, рассмотреть, потому что там формы кистей самые такие базовые, простые, при этом немножко уникальные, очень качественные, поэтому этот набор один из моих самых любимых, и у меня как раз из него получаются два дубля кистей. Первая из этих трех кистей – это Classic Kris, то есть классическая кисть для складки. Тут, я думаю, особо не нужны какие-то примечательные описания. Это просто очень классная, воздушная, легкая кисть для растушевки складки, для вуального нанесения теней, для оттяжки к виску. Очень она классно наносит любого качества тени, да, очень пигментированные делает полупрозрачными, очень полупрозрачные тени делает пигментированными, классно их наносит, очень-очень тонко, классно тушует. Если вы поставили какое-то пятно, то вы просто сидите, тушуете, и в итоге эта кисть превращает любой, даже самый какой-то неаккуратный макияж глаз в суперидеальный. Иногда у меня такое бывает, когда в спешке что-то делаешь не так, то руки очень тянутся к этим кистям, они буквально вот красят вас за себя, и они очень легко это делают. И я прям каждый раз кайфую. Мне кажется, эта кисть одна из самых таких базовых, нужных. В принципе, если вы делаете какой-то себе базовый макияж глаз, то я думаю, что она вам очень пригодится. Она классной формы, такой не слишком маленькой, но не слишком огромной. И получается тушевка не только вуальная, но она еще и такая как бы заметная. Но при этом вы не боитесь с этой кистью переборщить, потому что она носит экстра просто вуальная. В этом плане она, конечно, очень классная. И если присматриваетесь к какой-то прям, ну, супер базовой кисти, то ее я советую в первую очередь. И кисть, которая очень похожа на предыдущую, я бы сказала, что это ее такая младшая сестра, наверное, это кисть мини-бустер. Она немножечко покороче идет. У нее очень похожая форма, то есть она как бы повторяет вот эту историю растушеванной кисти, но она просто чуть-чуть такого меньшего масштаба. То есть как будто бы взяли вот так в фотошопе, уменьшили. За счет этого ей очень классно наносить тени еще глубже в складку, то есть классик рис вы наносите на вот такое расстояние, а мини-бустер на чуть менее обширное, то есть на 50% этого расстояния, грубо говоря. И получается, вы как раз создаете вот эту вот дымку, вот эту концентрацию теней, затемнение, и за счет этого как-то визуально меняете форму глаза, конечно же, в лучшую сторону. То есть вы создаете затемнение, например, на висающем веке. Мне кажется, это очень классная кисть для такого применения, потому что у меня как раз вот, если сильно расплавить бровь, то есть вот это место, такой складочки, которая как бы уже опускается с возрастом, и если хорошенько ее затемнить, то можно как бы визуально немножко глаза расширить, сделать их такими более глубокими, насыщенными. Кисть безумно удобная, она делает все то же самое, что и классик рис, единственная как раз за счет размера и такой большей концентрации, да, как бы ворса, получается, что она наносит чуть-чуть плотнее. Но это как раз очень классное сочетание, вы, получается, делаете базовую растушевку и потом мини-бустером чуть-чуть как бы углубляете и получается вот самое, да, такое вот классическое, классический макияж глаз, классическая растушевка, которая немножко корректирует, немножко, да, что-то подвытягивает, и в целом макияж смотрится очень классно. И третья кисть из набора, получается, Sky Set именно для глаз, это кисть Flat Definer и этой кисти у меня две, я даже не знаю, какая это из них, более новая или более старая, потому что они у меня постоянно кочуют из кейса визажиста, в стол, где я снимаю, еще есть косметичка, которую я беру с собой на выход, там какой-то карандашик или еще что-то, втушевать ресничный контур. В общем, кисть Flat Definer это такая вот третья базовая кисть, которую я очень-очень советую к покупке. Это мега острая, мега тонкая плоская кисть для нанесения как сухих, так и кремовых текстур. Очень классно она подходит для затемняющей вот этой вот истории, да, как раз я сегодня сделала поэтому смоки, которые не так, да, как бы для меня характерны, но я что-то подумала, давно я себе не делала такой макияж, прям захотелось, и мне захотелось во всей красе показать мощь просто этой кисти, потому что она очень классно растушевывает карандаши, будь то каялы или базовые карандаши в дереве именно по ресничному контуру, по верхнему ресничному контуру, по нижнему веку. Вот так вот можно очень тоненько, да, подтушевать карандаш, и потом, когда вы карандаш уже доделали, то взять какие-то коричневые тени и прям очень тоненько, вот так вот очень близко к ресницам все это закрепить, сделать тушевку чуть такой более подсобранной, при этом просушить карандаш, чтобы он не подтекал со временем. Конечно же, вытягивать какие-то стрелки, да, растушеванные и так далее, в принципе, эта кисть спокойно позволяет, поэтому если вы любитель, да, вот какой-то стрелочной истории, любитель уплотнить ресницы, сделать их более ярко выраженными, эта кисть реально очень классная, она работает круто как с кремовыми текстурами, как я уже сказала, так и с сухими. В принципе, вы можете ей наносить какие-то, да, микроакценты сияния, например, на подвижное веко, сияшки, или еще во внутренний уголок, кстати, тоже очень удобно. Рисовать стрелки ей тоже очень классно, когда немножко так подтягиваешь веко и прям вот так вытягиваешь стрелку к виску, тоже очень удобно. Ну и наборская сет, это один из, получается, первых, по-моему, наборов, которые я заказывала себе, и одной из этих кистей получается около двух лет. И при том, что я работаю постоянно этим набором и сама пользуюсь, могу сказать, что вот эта острость кончика, она очень классно сохранилась. То есть бывает такое, что со временем, да, из-за того, что мы постоянно моем кисти, чистим их, эта острость кончика, она может немножко как-то размахриться, так в разные стороны пойти, какие-то волосинки заломаются и так далее. И немножко вот эта острость, она теряется со временем. Здесь же очень классный ворс, классное качество, крутая сборка. И за два года использования у меня кисть вообще никак не поменялась. Я этому безумно рада, и именно поэтому могу от души советовать. Следующую кисть выбрала неожиданно для себя, но поняла, что у меня к ней тоже безумно тянутся руки. Очень часто пользуюсь. Это кисть Worker из набора Lotus. Набор Lotus, по-моему, выходил где-то полтора года назад, по-моему. И я помню тогда, что это было лимитированное издание. Первый момент эти кисти продавались только лишь набором, шесть штук. Но, насколько я помню, сейчас на сайте Beautylish можно купить их поштучно, что очень-очень классно, потому что набор на момент обзора, у меня, кстати, есть отдельный обзор, наборный момент обзора мне показался таким не совсем что ли универсальным, и не все прям кисти я могу на 100% советовать, но парочка мне очень понравилась, и я правда рада, что их сейчас можно купить поштучно. И, в общем-то, кисть Worker – это кисточка из козы, такая очень воздушная, и она все-таки в первую очередь больше подходит для сухих продуктов. И, несмотря на то, что она достаточно воздушная, она очень классно приглаживает сияющие текстуры. Я вот как раз сегодня ей наносила сияшку на подвижное веко, и еще одной кисточкой, которая мне тоже нравится, и они чем-то похожи, но все равно немножечко отличаются. В общем, эта кисть, она одновременно растушевочная и пушистая, и вы можете ее использовать как для проработки, опять же, складки, для затемнения. Короче, базовая стандартная функция, она делает вообще без проблем. И также в дополнение она очень классно именно вот приглаживает сияющие оттенки на веко. У меня безумно руки тянутся к этой кисточке, когда я, например, пользуюсь какими-то яркими сияшками от инди-брендов, например, та же Клеона или Тера Мунс, потому что она одновременно очень такая пушистенькая сбоку, но при этом в ней много ворса, и когда ты начинаешь ей приглаживать по подвижному веку, она как бы немножко подскладывается, становится чуть-чуть такой более острой, и она, правда, очень круто приглаживает, и никакие блестки, они, знаете, не отстреливают, потому что у нее много ворсинок, и она их как будто подпридерживает, что ли. Если вы любитель каких-то ярких, сияющих текстур, каких-то сияшек от инди-брендов или спарклов, например, я сегодня наносила оттенок из палетки Нарс Клаймакс, здесь вот эти вот спарклы, они классно наносятся пальцами, но не всеми кистями они, кстати, наносятся, и это вот один из тех примеров, когда кисть очень классно и захватывает сияшки, и раскладывает их, при том, что в этой палетке они такие достаточно суховатые по текстуре, первый момент, но стоит их только нанести на подвижное веко, они прям начинают таять на коже, и, короче, вот сочетание этой палетки, этой кисти мне прям очень нравится. Наверное, последняя плоская кисть из набора Pro для глаз, это кисть Worker Pro. Я огромный фанат плоских, таких пушистых, плоско-пушистых, наверное, кистей для глаз, потому что они для меня одновременно выполняют и растушевочные какие-то функции, так и очень круто наносят сияшки. Как я уже говорила, если есть возможность нанести сияющий оттенок именно при помощи кисти, для меня это просто сразу плюс миллион процентов к арме, потому что это для меня лично очень удобно, как для себя, так и в работе, особенно в работе, потому что когда наносишь на другого человека, все-таки здесь нужна какая-то точность, очень удобно, что у этой кисти очень такой острый кончик, и получается можно прям аккуратно во внутреннем уголке просто буквально вот разложить сияющий оттенок по всему подвижному веку и не нанести его слишком много, потому что как раз вот этим острым кончиком вы очертите верхнюю границу нанесения. И вторая очень классная функция – это именно нижнее веко, потому что кисть достаточно острая, что позволяет удобно наносить тени на нижнее веко и потом вот так вот вытягивать тоже все это к виску. Я ей сегодня тоже наносила этой кисточкой оттенок из палетки NARS, и тоже она отлично дружит с такой текстурой. В общем-то, если вы любите, кстати, наносить кистью какие-то сияющие оттенки, то я вам прям особенно советую присмотреться к кистям от Sony, потому что они одни из немногих, кто делает это классно. То есть они их классно захватывают за счет большого количества ворсинок, они такие пушистые, при этом они не слишком колючие, и когда вы наносите оттенок на веко, не происходит вот этого отлетания сияшек, потому что чаще всего это происходит из-за того, что ворс такой немножко жестковатый, что ли, и они как бы, да, их просто вот отпуливают в сторону. Здесь же ворс очень мягкий, поэтому он супер гладко все приглаживает, и получается прям классный результат. На сухой коже, на сухих веках я могу прям отдельно как-то это оценить очень положительно. Ну и переходим с вами к второй половине топа. Это уже идут кисти для лица, получается, для глаз у нас с вами шесть, так, шесть, семь кистей, и восемь, получается, для лица. Ну и начну я, наверное, с двух кистей из набора Fusion, как раз-таки, для лица. Здесь идут кисти Jumbo Base и Classic Base. Они для меня всегда идут, знаете, вот так вот прям вместе, как братик и сестричка, потому что они идеально работают с кремовыми текстурами на лице. Я просто огромный фанат крема. Я, в принципе, фанат наслоения, да, макияжа. Я люблю, например, кремовый бронзер смешать с какими-нибудь сухими румянами или там сухой скульптор с кремовым хайлайтером. Ну, в общем, я люблю вот эти все комбинации. И, конечно же, большая часть кремовых продуктов очень классно наносится спонжем. Но, как я уже много раз говорила, если лишний раз не нужно мыть руки, мочить, ничего там мыть и так далее, я только порадуюсь этому, потому что я все-таки люблю наносить продукты именно кистями. Одна из самых лучших кистей для тонального средства или даже, пожалуй, все-таки самая лучшая, которую я пробовала за свою жизнь. И у меня есть дубль, получается, на эту кисть. Это набор мини-кияки. Я, кстати, сегодня его не включила в рейтинг, потому что, ну, мне показалось, что это такой немножко набор уже для искушенных фанатов Sony. Не могу сказать, что он нужен всем и каждому. Но в мини-кияки наборе тоже есть кисть Jumbo Base. Просто, видите, у нее ручка немножко покороче. И это такая кисть больше про какой-то дорожный, тревел-формат, взять с собой в поездку и так далее. И в работе для себя мне, конечно, полноценная версия. Ну, просто более удобная. Плюс мини-кияки, по-моему, поштучно пока что не купить. Только лишь набор. В общем, кисть Jumbo Base это просто любимейшая кисть для нанесения тона, кремовых продуктов, как на себя, так и в работе. Это кисть, которая превращает любой тон просто в идеальный. Эта кисть отлично работает со всеми текстурами тонов. С тонкими, водянистыми, с силиконистыми, с восковыми, с какими-то на водной основе. Вообще абсолютно любыми. С BB-кремом от Misha. Кушен я вот сегодня наносила. Кисть, которая очень тонко наносит, круто вполировывает в кожу. Не подчеркивает сухость, что самое приятное. При том, что у меня бывает такое, что кожа прям очень сухая. И даже спонж может подчеркнуть эту сухость, то эта кисть как-то на удивление, она очень деликатно относится к текстуре кожи, никогда ничего не подчеркивает. И, например, в клиентской работе, если я вижу, что проблемная такая кожа, не проблемная в смысле воспаления и так далее, а вот она какая-то сухая, такая обезвоженная, вот такое какое-то состояние, то эта кисть, она будет супер просто деликатно, демократично наносить просто любое тональное средство. Опять же, за счет того, что это все-таки не спонж, а кисть, она немножко больше экономит продукт, она отдает больше пигмента, покрытие получается чуть-чуть более пигментированное, но именно по финишу на коже очень-очень близко к спонжу, то есть я практически не вижу разницы, по крайней мере, себе, когда наношу эту кистью, у меня кожа просто сияет здоровьем. Я не знаю, как она это делает, ни одна кисть для тонального крема у меня не вызывает такого огромного количества бурных эмоций, как это делает кисть джамбо бейс. И вторая кисть из подобного, получается, ворса, это сочетание тоже синтетики и козочки, то есть дуофибры, это кисть классик бейс, и она, в принципе, делает все то же самое, что и джамбо бейс, но просто за счет своего чуть такого меньшего размера. Мне нравится и наносить, например, кремовые бронзеры, кремовые скульпторы, кремовые румяна тоже очень классно, хайлайтеры, можно даже какое-то сделать, например, нанесение консилера на какие-то более светлые зоны лица, сделать такое обратное, как бы скульптурирование тоже очень удобно. Следующая небольшая кисть из набора Lotus, как раз тот набор, который лимитированный, называется она Detail, и с этой кистью любовь у меня случилась, знаете, как-то не сразу, очень постепенно, но как только я ее поняла, я теперь вообще не хочу с ней никогда расставаться. Это очень классная, такая вот миниатюрная, скошенная, пушистая кисть, которая просто потрясающе наносит пудру на зону под глазами, она для этого такого вот очень идеального размера, и буквально вот в пару движений можно прям хорошенько так запудрить синячок, да, вот эту зону консилера. Для меня это суперактуальная тема, потому что я как-то делаю макияж, для меня самые главные этапы это брови, консилер, наверное, тушь и губы, то есть вот эти вот четыре этапа я точно не пропущу никогда. Особенно мне эта кисть полюбилась, когда у меня появилась пудра от Nars, Light Reflecting, которая мне очень-очень нравится, и среди моих зрителей очень много фанатов этой пудры, если кто знает, о чем я говорю, то передаю вам привет. В общем, эта кисть просто одна из самых классных, если вы фанат этой пудры, то я прям советую присмотреться к этой кисточке, либо еще к одной другой, которая будет в этом рейтинге, потому что она, при том, что она плоская чуть-чуть, пушистая, скошенная, так она еще и такая достаточно вуальная, и при этом она хорошо рыхлит продукт, и именно в случае с вот этой вот плотной прессованной пудрой я прям ей вот так вот хорошенько наносила, точнее забирала продукт из футляра и прям плотненько наносила под глаза. При этом покрытие получается одновременно плотное, такое прям хорошо запечатывается пудра, но не слишком плотное, оно получается очень воздушное, какое-то очень приятное, и опять же за счет того, что у Сони весь ворс козы, он какой-то исключительно мягкий, то ни одна кисть никогда не колется, не подсушивает, не подчеркивает как-то рельеф кожи, то есть все выглядит просто нереально, как-то гладко, очень аккуратно, и если у вас какая-то сухая, там текстурная, проблемная, возрастная, вообще любая кожа, то мне кажется, это, наверное, самое лучшее вообще, что вы можете для нее сделать. Следующая кисть это Face Pro, самая большая кисть в этом рейтинге, конечно же, я просто обожаю ее в первую очередь для бронзера, ко мне едет новая кисть для бронзера от Сони, я не знаю, столкнет ли она ее с педесталом и любви, возможно, тем не менее, вот эта кисть мне очень нравится, как я уже сказала, я обожаю плоско-пушистую скошенную кисть, потому что они работают практически в трех направлениях, то есть вы можете одновременно ими создавать какое-то определенное направление, да, диагональное, то есть вы наносите бронзер какими-то особыми такими линиями и направлениями, вы это делаете как раз за счет плоскости кисти и растушевываете за счет того, что она очень-очень воздушная, такая мягкая, и в ней супермного ворса, она просто, не знаю, она какая-то огромная, такая суперприятная, она берет достаточно много продуктов, то есть она хорошо его захватывает, но она не отдает сразу каким-то огромным пятном, это прям очень классно, я ее люблю как для себя, так и в работе, какая-то круглая кисть большая для бронзера, она вам будет давать тоже вуальную растушевку, но именно линии, вот эти вот, да, как бы диагонали, которые нас омолаживают, делают нас каким-то более, да, подтянутыми, молодыми, визуально и так далее, она вам дать не может, и в этом плане, конечно, кисть Face Pro, она очень классная, мягкая, и вот для бронзера просто идеально подходит. Если кисть Face Pro за счет своего большого размера, я бы сказала, что подойдет в основном для бронзера и припудривания, то следующая кисть Master Face, одна из самых популярных, мне кажется, в бренде, она чуть более универсальна, в том плане, что она может наносить любого порядка сухие текстуры, именно за счет своего такого среднего, но при этом довольно большого размера, который позволяет продукты наносить просто супервуально. Это сухие скульпторы, сухой бронзер, румяна, пожалуйста, хайлайтер, ну, наверное, для хайлайтера, может быть, чуть великовато будет, но для пудры, бронзера, скульптора, румян, пожалуйста, она такая очень будет, знаете, вуальная и не точечная, то есть результат будет супер неуловимый, и если вы фанат очень полупрозрачного макияжа, и даже вот такой макияж для вас супер яркий, и вы хотите что-то, ну, очень естественное, и любите пользоваться именно сухими текстурами, потому что все-таки вот такого плана кисти большие, да, пушистые, вуальные, они не подходят для кремовых продуктов, это я сразу говорю, да, отдельно делаю на этом акцент, все-таки это кисть для сухих продуктов, то вот эта кисть очень ее вам советую, потому что она одна из самых таких мягких, универсальных по размеру и по функционалу, по форме очень-очень классная, у меня она тоже в коллекции уже пару лет, и я вот сейчас так пытаюсь ее, знаете, так сильно проанализировать, и она очень мягкая. Следующая кисть будет моей особой рекомендацией для любителей сухих румян, мне кажется, за всю историю просто покупки кистей, эта кисть одна из самых таких классных, удачных, необычных, при этом супер рабочих кистей, это Soft Cheek, она предназначена в первую очередь для сухих румян, и в своей работе я наношу просто буквально любого качества, любой текстуры румяна, она очень полупрозрачная, румяна, опять же, делает более заметными, более пигментированные румяна, их немножко растворяет, так очень акварельно наносит, мне нравится ее вытянутая форма такой свечки, немножко факела, но даже скорее все-таки факела, нежели свечки, потому что у свечек, у них чуть более застренный кончик, у этой же кисти как бы, ну он такой четко округлый, поэтому она будет наносить именно такой очень мягкий, мягкий круглый рисунок делать, и по бокам будет очень полупрозрачное нанесение, именно поэтому для румяна она лучше всего подходит, и еще как-то она очень классно лежит в руке, то есть когда начинаешь ей вот так вот тушевать румяна, у меня мозг просто погружается в какой-то, мне кажется, отдельный такой транс, это правда очень приятно, особенно когда делаешь это на клиентах, как-то, вот не знаю, я каждый раз особенно как-то жду момента, чтобы наконец-то этой кистью нанести румяна, в принципе, на себе я тоже очень люблю это делать, но вот в клиентской работе как-то очень особенно это проходит, люди всегда отмечают мягкость ворса, очень комфортное нанесение, ну и получается мы с вами уже обсудили и пудры, и бронзеры, сухой скульптор, что там у нас еще осталось румяна, но мы с вами не поговорили про хайлайтеры, конечно же, такой продукт как хайлайтер я просто не могу пропустить, и обожаю всякие разные классные хайлайтеры, как более сияющие, так и более полупрозрачные, здесь я просто не могу не упомянуть кисть, которая поначалу тоже не совсем я ее как-то поняла, но потом, когда прониклась ей, то просто нереально кайфанула от ее формы, это кисть FAN PRO, из набора как раз PRO для лица, она очень забавная, интересная, то есть это такой легкий веер, очень-очень тоненький, то есть если ее поверну, видите, она буквально такая вот, ну прям супер плоская, бывает разного качества веерной кисти, иногда они такие более пушистые, во все стороны торчат, но вот это она прям максимально такая тоненькая в профиль, как в велосипед буквально, и она безумно круто наносит хайлайтер, я, по-моему, вот на этой стороне наносила ей хайлайтер, то есть очень классно за счет того, что не такая веерная форма, вы как раз подчеркиваете вот эту форму у скулы, естественную, которая нам придает опять же молодости, да, какого-то здоровья, и за счет своей такой круглой формы это очень легко делать, как-то суперсподручно, ну и как раз за счет того, что не такой достаточно веерный, очень широкий рисунок, она наносит полупрозрачно, но при этом за счет плоского ворса вы можете прям и побольше ей нанести, то есть она такая в этом плане очень подстраивающаяся, и опять же, когда в работе ей пользуюсь с клиентами, то я вообще спокойно всегда к ней прибегаю, потому что с легкими полупрозрачными продуктами вы можете прям побольше натереть и сделать их как бы более заметными, и в обратную сторону это также очень классно работает, когда хайлайт суперяркий, но вы хотите прям вот такой супер, такой оп, чуть-чуть, да, как бы нанести буквально там пару касаний, она очень вуально носит, и я как-то, знаете, не особо была раньше фанатом каких-то особенных кистей для хайлайтера, мне казалось, что хайлайтер, в принципе, как и многие другие продукты для лица, можно нанести, ну, большей частью кистей, большей частью разных форм, и как бы это не вызывало у меня никаких проблем, но когда я познакомилась с этой кистью, очень она мне понравилась, она такая изящная, маленькая, то есть если сравнивать с кисточками, которые я до этого видела в более бюджетных брендах, именно для хайлайтера, то они, как правило, более какие-то длинные, более огромные, какие-то широкие, а здесь вот прям вот идеальный размер для такого вот маленького европейского лица, да, чтобы какие-то отдельные маленькие акцентики подсветить, короче, прям очень классная кисть, не могу сказать, что она нужна всем и каждому, опять же, я поэтому сделала отдельный акцент на том, что если вы фанат хайлайтера, то тогда советую к ней присмотреться. Ну что, и последняя кисть, здесь мне хочется просто, знаете, сделать барабанную дробь, потому что это вторая кисть в моей коллекции, на которую у меня есть дубль, это кисть мини-чик, и это просто моя самая, наверное, любимая кисть в бренде Sony G, они все мои самые любимые, но это прям самое-самое любимое. Это идеальная кисть для нескольких функций, для припудривания зоны под глазами, она мне очень нравится, как раз за счет маленького размера, за счет плоско-пушистой формы, можно подлезть во внутренний уголок, все так вытянуть, вычесать, также поры, крылья носа, подбородок, в общем, всю Т-зону сделать очень детально, очень локально, вуально, полупрозрачно и так далее. И вторая функция, это, конечно же, нанесение хайлайтера, потому что как раз за счет того, что она пушистая, она его наносит прям очень-очень по поверхности, и как раз я сегодня наносил ей хайлайтер Берборе, и мне очень нравится, как она это делает. Ну и люблю я ее такой дикой любовью, как раз за счет своего необычного размера. Я вам показывала кисть, получается, Detail Pro, они чем-то похожи, но Detail Pro, она даже чуть-чуть поменьше, поэтому если у вас прям совсем, да, маленькая зона под глазами, то вот эта кисть может вам больше даже понравиться, но мини-чик, это просто моя какая-то отдельная, наверное, рекомендация, и вообще у меня именно с этой кисти началась любовь. Я смотрела на тот момент обзоры, по-моему, Мел Томпсон, это очень классные блогеры, американские, которая, к сожалению, умерла, по-моему, около года назад, по-моему, у нее была какая-то болезнь, очень жалко, я на самом деле дико скучаю по ее видео, но я помню, что вот именно она была просто огромным фанатом этой кисточки, постоянно показывала, как она наносит ей хайлайтер, наносит пудру, наносит хайлайтер вот так вот очень аккуратно на лоб, и я просто влюбилась в этот момент в Sony G, именно поэтому я начала коллекционирование с набора как раз Sky. Я сейчас не помню, заказала ли я сначала для лица набор, но, по-моему, да, я сначала заказала Sky Set для лица, и потом заказала Sky Eye Set для глаз, но вот эта кисть была именно одной из тех, кто меня, да, сподвиг как бы к коллекционированию бренда в целом. В общем, если вам близка моя эстетика макияжа, вам нравятся такие легкие маленькие акценты, припудривать зону под глазами какой-то очень полупрозрачной пудры, чуть-чуть хайлайтера, чуть-чуть румян, все так очень маленько сконцентрировано, очень вуально полупрозрачно, то я вам крайне советую просто эту кисть, начать с нее. Я уверена, что она вам очень понравится, и, опять же, эта кисть у меня в коллекции около двух лет, и ворс у нее все еще идеальный, ничего не ломается, не сыпется, очень мягкие ворсинки, классно наносят продукты, короче, я прям уже не знаю, как ее поругать, и я, правда, не знаю никаких минусов, она мне очень-очень нравится. Перед тем, как сегодня сесть, снимать этот обзор на мои любимые кисти от Sony, я у себя в телеграм-канале как раз анонсировала процесс съемок, и мне прилетел отдельный вопрос про очищение кистей, и я как раз хотела вам про это рассказать, потому что, как мне кажется, это просто суперважный момент, если вы хотите себе такие кисти купить, и вы хотите, чтобы они вам максимальное количество лет прослужили, а если основываться на моем опыте, то живут они реально очень долго, потому что за пару лет постоянного использования я, правда, не вижу каких-то следов активного использования, то есть ворс очень качественный, он очень долго живет, и я надеюсь, что кисти мне очень долго прослужат. Здесь мне бы хотелось сделать парочку таких, парочку ремарок, да, чтобы очистить эти кисти, я прибегаю к двум средствам. Одно из них – это экспресс-очиститель, это вот такая вот жижа-водичка от бренда Esti, именно без спиртовая версия. Как мне кажется, это просто супер критически важно. Вы можете купить себе спиртовую версию и, например, пользоваться ей с какими-то синтетическими кисточками, с дуофибрами, там, кукурузой, имитациями и так далее, то есть без проблем. Но если речь идет о натуральном ворсе, о козочке, то здесь я просто крайне-крайне рекомендую вот эту жижу от Esti Premium Edition. Розовая, она идет со спиртом и прозрачная, без спирта. Она на маслянистой основе и очень хорошо вычищает кисти. Когда я пользуюсь этой штукой, это между клиентами, например, или когда кисти в моем использовании, и я между макияжами этой штукой пользуюсь, у меня она перелита в пульверизатор. Выглядит это примерно вот так, то есть я перелила в такую штучку и пользуюсь бумажными салфетками. Обычно я, давайте сейчас покажу, наверное, отрываю салфетку вот так. И, например, давайте почистим какой-нибудь, не знаю, кисточку для консилера, например. Я обычно пшикаю немножко на салфетку. Вижу, у меня вот такое вот пятнышко. И начинаю просто вот так вот аккуратно, не сильно давлю, да, то есть не прижимая прям ворс, а очень быстро при этом по поверхности, немножко так подцепляя как будто ворс, я прям чищу кисти. И, видите, вся грязь остается на салфетке. Потом я перехожу уже на более чистую часть салфетки. Если кисть очень сильно загрязнена, то я могу прям на нее вот так попшикать. Так будет еще лучше уходить продукт. И вы будете видеть по загрязнениям на салфетке, сколько там еще осталось продукта. Как правило, тональные консилеры хуже всего уходят. Сухие продукты вообще очень быстро. Иногда вы даже можете не увидеть каких-то особых загрязнений. Но, тем не менее, вот так вот до чистого пятна доходите, все, значит кисточка уже чистая. Иногда, например, я могу в конце вот так вот чуть-чуть как бы излишки подснять. То есть я слегка нажимаю на ворс, но не очень сильно. Просто если там совсем много вот этой маслянистой штуки осталось, то, конечно, лучше подубрать. Но вообще у меня с этим очистителем ни разу такого не было, чтобы я там как-то красилась и ощущала этот продукт в макияже. То есть он, этот очиститель, через какое-то время как будто бы улетучивается. Поэтому если вы хотя бы какие-то паузы между макияжем будете делать, то вы вообще не заметите никакой проблемы. Ну и второе средство как раз для мытья уже непосредственно. Мое любимое на данный момент это биодерма, масло такое гидрофильное для тела. Даже не знаю, как оно точно называется, как оно переводится, но вообще это вроде как гель для душа, для очень чувствительной кожи. Но он по сути работает как гидрофильное масло для макияжа. Изначально он такой маслянистый, но когда с водой сталкивается, то очень хорошо пенится. И для кистей, мне кажется, это просто супер средство, потому что маслянистые плотные текстуры может убрать только маслянистая плотная текстура. То есть здесь примерно такая же история, как и с макияжем. То есть если у вас какой-то очень плотный макияж, то мицелляркой смыть его будет крайне-крайне сложно. И скорее всего у вас уйдет очень много мицеллярки. И не факт, что вы досмоете все до конца. Вот я нашла фотку, надо будет тоже потом вам ставить. У меня вот такая вот огромная литровая версия. Ее хватает просто ну очень-очень надолго. Вы можете также спокойно ей смывать свой макияж тоже. Или также пользоваться в душе, как гелем для душа, потому что это средство, оно супер щадящее. И когда у меня очень чувствительная кожа, я вообще без проблем им пользуюсь. Также у меня еще в ходу есть специальное мыло для кистей от бренда Refor. Сейчас есть огромное количество всяких таких специализированных каких-то мыл, гелий и так далее для мытья кистей. В принципе, это тоже все очень-очень классная вещь. Покупайте, не бойтесь. Это намного-намного лучше, чем мыть каким-нибудь там хозяйственным мылом. Я честно это не очень приветствую. Даже каким-нибудь мылом даст. Ну, не знаю. Тут уж на ваш страх и риск, но я уже несколько лет пользуюсь именно такими средствами. Это Эсти и как раз Биодерма. И при условии постоянной работы с людьми у меня кисти, ну, как мне кажется, практически в идеальном состоянии. И я очень довольна. Мне кажется, это не только экономичные, да, способы, но они еще и очень рабочие. Раньше я пользовалась чуть более дорогими средствами. Например, у Makeup Forever есть подобная водичка, но она стоит прям намного-намного дороже. Вот это вот 500 литров я уже... 500 литров? Вот это вот 500 миллилитров я уже не помню, сколько стоит. Но я помню, что Makeup Forever стоило просто каких-то бешеных денег. И там еще был очень маленький объем. Вот такой вот штуки мне хватает мега-мега надолго. Ну что, вот такой вот топ 15 кистей от бренда Sony G у меня получился. Конечно же, не забывайте смотреть мои отдельные обзоры. Если вас какие-то конкретные наборы заинтересовали, то у меня на канале есть отдельные обзоры. Сегодня мы посвятили видео тому, чтобы выбрать мои самые любимые кисти. Но, возможно, вам какие-то отдельные обзоры интересны, поэтому оставлю обязательно ссылки ниже под видео. Также буду очень благодарна, если кто-то из зрителей, кто покупал кисти по моему совету, напишет свои отзывы. Мне кажется, это будет очень полезно для других зрителей канала. Какие кисти вам понравились в первую очередь, какие, может быть, наоборот, не понравились и разочаровали. И, возможно, это кого-то убережет от ненужной покупки. Конечно же, огромнейшее спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте оценить его лайком, также подписаться на мой канал. И всем пока-пока!